Тема нашего урока – «Вода на Земле. Части мирового океана». Из всех планет Солнечной системы вода есть только на Земле. Не зря нашу планету называют «голубой планетой». В этом легко убедиться, если посмотреть на фотоснимки Земли из космоса. Вода существует везде. В атмосфере, в почве, во всех горных породах, в живых организмах. Даже в магме, температура в которой достигает огромных значений, есть вода. Вода жизненно необходима и для человека. Без нее он может прожить только 8 дней. Так что же это за вещество и почему оно играет такую большую роль для нас и нашей планеты? Это и будут те вопросы, на которые мы будем искать сегодня ответы на нашем уроке. Нашу планету правильнее было бы назвать «Океанией». Потому что 3 четвертых всей ее поверхности занимают воды. Большая часть этих вод расположена в южном полушарии – 81%. А в северном полушарии воды занимают лишь 19%. Все воды Земли составляют ее водную оболочку – гидросферу. Как бы ни казалось, что такая большая толща воды имеет огромную массу, по отношению к массе Земли эта величина равна всего лишь 0,02%. Необычность воды проявляется и в том, что она может находиться в трех состояниях – жидком – обычное состояние воды, твердом и газообразном. В твердом состоянии вода представлена на поверхности Земли в виде льда. А ее газообразное состояние – это водяной пар, который содержится в атмосфере Земли. Водная оболочка нашей планеты состоит из вод Мирового океана, к которым относятся океаны и моря, и вод суши, к которым относят поверхностные и подземные воды. Проанализируем диаграмму состава гидросферы. Основную ее часть занимают воды Мирового океана. Намного меньшую долю занимают ледники и постоянная снега. Всего лишь около 2%. Доля же подземных вод составляет 1,7%. А воды суши и вода в атмосфере занимают и того меньше – по 0,02% от всей поверхности гидросферы. Воды Мирового океана едины и взаимосвязаны. В этом легко убедиться. Посмотрите на физическую карту мира. Из любой точки Земли по водам Мирового океана вы можете попасть в любую другую точку, находящуюся в другом полушарии. Кроме этого, все воды Земли находятся в непрерывной взаимосвязи. Эта взаимосвязь делает возможным мировой круговорот воды в природе. Этот процесс основан на способности воды переходить из одного состояния в другое. Например, из жидкого в газообразное, а из газообразного в жидкое. Рассмотрим мировой круговорот воды более подробно. Начинается он с вод Мирового океана. Под воздействием солнечных лучей вода в океане прогревается и из жидкого состояния переходит в газообразное, превращаясь в водяной пар. Водяной пар поднимается вверх, где постепенно охлаждается и конденсируется, то есть превращается в капельки воды. Так образуются облака. Из облаков, переносимых ветром, на сушу выпадают осадки, которые частично просачиваются вглубь, пополняя подземные воды. А остальная часть воды попадает в реки, которые несут свои воды в Мировой океан. Под воздействием солнечных лучей вода в Мировом океане вновь прогревается и испаряется, попадая в атмосферу, затем на сушу в виде осадков и снова в океан. Так и происходит мировой круговорот воды в природе. Какую же роль играет этот процесс для Земли? Обратимся за ответом на этот вопрос к профессору Глобусенкину. Здравствуйте, ребята! Мировой круговорот воды играет огромную роль для всего живого на Земле. Если бы этот процесс не происходил, то на Земле постепенно бы исчезла вся вода, а затем и все живое. А еще мировой круговорот воды пополняет атмосферу Земли пресной водой и объединяет все оболочки Земли – атмосферу, биосферу, литосферу и гидросферу. Среди огромной территории, занимаемой водами Мирового океана, выделяются огромные участки суши – материки. Их всего шесть. Евразия – самый большой материк, Северная и Южная Америки, Африка, Антарктида и самый маленький материк – Австралия. Наряду с материками на земной поверхности выделяют и сравнительно небольшие участки суши, которые со всех сторон окружены водой – острова. Самым большим островом в мире является Гренландия. Расположен этот остров у берегов Северной Америки. У берегов Африки расположен остров Мадагаскар. А у берегов Австралии – Новая Зеландия. Группу островов, которые лежат недалеко друг от друга, называют архипелагом. Например, Азорские или Филиппинские острова являются архипелагами. На всех материках можно увидеть участки суши, которые глубоко вдаются в океан. Это полуострова. Полуострова окружены водой с трех сторон, а одной стороной они соединены с материком. Так, в Евразии есть Скандинавский, Пиренейский полуостров, полуостров Декан, а Аравийский полуостров – самый большой полуостров в мире. Таким образом, материки и острова делят Мировой океан на четыре части. Четыре океана. Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. А некоторые ученые выделяют еще и Пятый океан – Южный. Самым большим океаном является Тихий океан. Его площадь составляет 180 миллионов квадратных километров. Он омывает западные берега Южной и Северной Америки и восточные берега Евразии и Австралии. Название Тихий океану дал еще Фернан Магеллан, пересекая который, путешественнику посчастливилось на своем пути не встретить штормов. Как оказалось позже, из всех океанов Тихий океан – самый неспокойный, потому что именно здесь происходит большинство ураганов и штормов. Атлантический океан – второй по величине океан на Земле. Его площадь составляет чуть более 90 миллионов квадратных километров. Он омывает западное побережье Африки, Евразии и восточное побережье Северной и Южной Америки. Этот океан самый изученный и освоенный людьми. С севера на юг Атлантический океан имеет такую же протяженность, как и Тихий, но по ширине он значительно уже. Название этот океан получил в честь Титана Атланта из греческой мифологии. Меньше Атлантического океана – Индийский океан. Его площадь составляет 76 миллионов квадратных километров. Практически весь океан расположен в Южном полушарии. Он омывает восточное побережье Африки, Южное побережье Евразии и Западное побережье Австралии. Хотя его площадь значительно меньше площади Тихого океана, на территории Индийского океана смогли бы уместиться Северная, Южная Америки и Африка. Первое название океана звучало как Эритрейское море, а затем его изменили, и океан стали называть по названию страны Индия, которая была в то время известна своими богатствами и берега которой омывал этот океан. Самым маленьким океаном является Северный Ледовитый океан. Его площадь составляет 14,8 миллиона квадратных километров. Расположен он около Северного полюса, поэтому все его берега являются Южными. Океан омывает Северные берега Евразии и Северной Америки. Южный океан омывает Антарктиду. Его границу условно проводят по 60 градусу южной широты. Сейчас название Южный океан вы сможете найти не на всех картах, хотя впервые он был выделен еще в 1650 году голландским географом Варениусом. В течение очень долгого времени Южный океан то наносили на географические карты, то вновь убирали. На русских картах и атласах этот океан обозначали вплоть до 20-х годов XX века. В 2000 году Международная гидрографическая организация приняла разделение на пять океанов. Но это решение так и не было утверждено. Границы океанов проводят по берегам материков и островов. Там же, где материков нет и океаны свободно сообщаются друг с другом, границы проводят условно, по меридианам крайних южных точек Южной Америки, Африки и острова Тасмания. В пределах больших пространств океанов выделяют отдельные его части – моря, заливы и проливы. Море – это часть океана, обособленная сушей, островами или возвышенностями подводного рельефа. Море отличается от океана свойствами вод, течениями и морскими обитателями. В зависимости от своего положения относительно материков, выделяют внутренние и окраинные моря. Внутренние моря глубоко вдаются в сушу. Например, Черное, Средиземное или Балтийское море. Окраинные моря расположены у краев материков. К таким морям можно отнести Аравийское, Северное или Карское море. Интересен тот факт, ребята, что на Земле существует море без берегов. Это Саргассово море. Расположено оно в Атлантическом океане. Его границы образуют океанические течения. Около 6 миллионов квадратных километров поверхности Саргассово моря покрыто водорослями, называемыми Саргассами. Несмотря на это, ребята, воды этого моря являются одними из наиболее прозрачных на Земле. Часть океана, которая глубоко вдаётся в сушу, не имеющая свободного водообмена с океаном, называется заливом. По свойствам вод, океаническим течением и обитателям заливы мало чем отличаются от океана, частью которого они являются. Примерами заливов могут служить Бенгальский, Мексиканский, Бискайский залив. Все части мирового океана соединяются между собой при помощи проливов – узких водных пространств, расположенных между двумя материками или островами. Пролив одновременно разъединяет два участка суши, но в то же время объединяет два водных объекта. Например, самый широкий пролив в мире, пролив Дрейка, разъединяет два материка – Южную Америку и Антарктиду, но в то же время он соединяет Тихий и Атлантический океан. Гибралтарский пролив разъединяет Европу и Африку, но соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном. Подведем итоги нашего урока. Три четвертых поверхности нашей планеты занимает Мировой океан. Мировой океан и воды суши являются частью водной оболочки Земли – гидросферы. Выделяют три состояния воды – жидкая, твердая и газообразная. Благодаря ее способности переходить из одного состояния в другое, на нашей планете осуществляется Мировой круговорот воды. Среди вод Мирового океана располагаются материки. Материки – это большие участки суши. Их всего шесть. Небольшие участки суши, со всех сторон окруженные водой, называют островами. Материки и острова делят Мировой океан на четыре океана. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Кроме этого, выделяют части Мирового океана – моря, заливы и проливы. Мирового океана. Продолжение следует...